Привет! Меня зовут Кейт Клэп и сегодня хочу с вами поговорить о том, что наконец-таки наступила весна. Это значит, что чувства и романтика просто парят в воздухе. И пользуясь случаем, я хочу признаться любви к своей кроватке. Это так романтично. Че это с ней, а? Может быть она породию на Мали Зарус снимает? Не, она уже сняла породию на Канни Уэста. Да ладно. Не видела? Ага, Ханни. Ой. Может быть она просто обжимается с кровати? Тьфу-ки. Пора бы ей уже парня найти. Это уж точно. А че вы на меня смотрите? Да. Я люблю своих животных. Они у меня сексапильные. Ага, Ханни. Но уж кого я точно не люблю, так это тех людей, которые постоянно спрашивают меня, в отношениях я или нет. Это какой-то очень странный вопрос и интерес в целом. И чаще всего этот вопрос задают девушки. И что самое интересное, на этот вопрос не существует правильного ответа. Когда они слушают ваш ответ про ваши отношения, у них играет совершенно другая пластинка в голове. Поверьте. Я состою в серьезных отношениях. Я очень люблю своего аптекса. Но вот что они слышат на самом деле. Мой молодой человек меня не уважает и постоянно бьет. И вообще он разрешил мою жизнь. На данный момент у меня партнера нет. Я деловая современная женщина. У меня нет времени на мужчин. У меня есть бизнес. Что слышат остальные? У меня маленькая сердца. А еще возможен такой вариант. Я замужем. За сатаной. И именно так все и происходит. Поверьте. Да что я все про девушек да про девушек. На самом деле, молодые люди так же нечисты на руку. Точнее, на их мысли. Вот, например, вам история для размышления. Я провела день Святого Валентина со своей лучшей подругой. И нам было охрененно весело. Как увидит эту картинку нормальный парень? Как же хорошо быть одинокой, правда? Ой, не говори. Дай пять. Разве это не так? Вот как эту историю увидит типичный молодой человек. И заметьте, между нормальным и типичным есть разница. Ой, как же все-таки хорошо быть одинокой натуралкой. А, не говори. Знаешь что? Мы сейчас должны с тобой поцеловаться. Точно? Да. И еще молодые люди куда хуже сплетеньки, чем девушки. Уж поверьте. Они с крохотуленькой историей придумают целую сенсацию. И поделятся с ней, пожалуй, со всем миром. Спасибо за подборку фотографий голых медведей. Это было потрясающе. А теперь мы перейдем к важным новостям сегодняшнего дня. Сегодня, 14 февраля, был найден мертвый труп молодой девушки. И к нам поступила новая информация. Перед своим суицидом она обмазалась экскремендами. Также у нас нет точных грозатес, но вся наша съемочная бригада уверена. Она была резьбенкой. Типика мужик! Я лично очень уважаю тех людей, которые пытаются скрывать свои отношения от общества. В плане, они не скрываются от них вообще. Но они как-то ведут спокойный образ жизни, и у них есть личная жизнь. Она не должна касаться общества. В этом-то вся и суть. Я очень уважаю таких людей. Я считаю, что это умные люди, и они работают над действительно стоящими отношениями. А все те, кто балаболит о своих отношениях направо и налево... Скорее всего, это самое интересное в их отношениях. Ну и, конечно же, меня задевает, что каждый раз, когда меня спрашивают, есть ли у меня кто-то особенный, по любом ответе мне нужно объяснять, что или он особенный, или у меня его пока нет, потому что я особенная. Мне не нужен кто-то, я самодостаточная. Короче, как-то так. И поэтому я считаю, что это очень странный вопрос, что люди им интересуются. Ну а это все на сегодня. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Если так, не забудьте ставить палец вверх и подписываться на мой канал. Также, вопрос на сегодня. Напишите внизу в комментариях, какой у вас вопрос бесит. Меня уже поняли. Есть кто-нибудь особенный? Пишите, почему вас этот вопрос раздражает. Это очень важно. Посмотрим, мне все напишут, как дела. Как дела? Как дела? Ладно, я не буду вас раздражать. Хватит уже на сегодня. Вы так посмотрели со мной долгое видео. У вас и так плохое настроение. И, конечно же, помните, что я вас очень сильно люблю. Оставайтесь такими же позитивными и креативными. И всего вам самого светлого. Пока. Мы должны поцеловаться. Точно. Также у нас нет точно доказательств. Сейчас.